В этом видеоуроке мы изучаем тему, которая называется фреймы и рефрейминги. Frame в переводе с английского означает рамку, рефрейминг соответственно означает смена рамки. И здесь у нас речь пойдет о рамках восприятия реальности. Все дело в том, что мы любое событие, любой объект в нашей жизни мы воспринимаем через определенную рамку. То есть в NLP под словом фрейм мы имеем ввиду какой-то набор ограниченных восприятий тех или иных ситуаций. Или ограниченный набор восприятий мира. Какие бывают виды рамок? Например, рамка времени. Как мы ее ощущаем в реальной жизни? Все из вас ее ощущали. Когда у нас есть какая-то задача неограниченная во времени, мы к ней относимся определенным образом. Но как только наступает крайний срок, мы начинаем относиться к этой задаче уже совершенно по-иному, совершенно по-другому. То есть что произошло? Ничего. Задача как была задачей, так и осталась. Вы изменились? Нет, вы не изменились. Изменилось ваше восприятие этой задачи. Появился конечный срок. Также есть рамка результата, либо рамка цели. Когда мы думаем о какой-нибудь нашей задаче просто как о задаче, то мы, соответственно, к ней относимся одним образом. Когда мы нашу задачу, либо наше желание, либо нашу мечту начинаем трансформировать в цель, начинаем ставить определенным образом эту цель в своем внутреннем мире. То есть мы придаем нашему намерению, нашему желанию какую-то определенную рамку. У каждого эта рамка на уровне субмодальности своя. Тему субмодальности мы уже изучали, и вы знаете, что одна задача вами кодируется одним образом, другая задача кодируется совершенно другим образом. И когда мы переводим какую-то задачу или какую-то мечту в рамку цели, то цель начинает уже достигаться. И уже начинает выглядеть для нас совершенно по-другому. Также есть рамка проблемы, когда мы говорим «У меня проблема». Когда мы говорим «У меня проблема», мы можем запутаться в этой рамке. Почему? Потому что слово «проблема» предполагает что-то нерешаемое. А когда мы меняем просто рамку проблемы на рамку задачи, то мы начинаем находить решение. Все происходит достаточно просто. Также в NLP мы очень часто используем фрейм «Как если бы». Я вам более детально позже расскажу, как это работает. Но сейчас в качестве ознакомления, на простом примере, допустим, вы столкнулись с какой-то задачей, которую не можете решить. Но вот не знаете, как ее решить. Вы можете применить рамку «Как если бы». А что бы я делал, если бы я знал, что делать? И вы находите решение. То есть вы начинаете смотреть на свою задачу уже несколько по-другому. Представляем, как если бы мы что-то могли сделать. И таким образом мы начинаем расширять свою рамку, либо менять угол восприятия той же самой ситуации. Также у нас существует фрейм ошибки. С фреймом ошибки лично я очень часто встречаюсь на обучении. Когда обучаешь студентов, даешь какое-то задание, и вместо того, чтобы начать делать это задание и получать обратную связь, студент не приступает к выполнению задачи. Почему? Потому что рамка ошибки его сковывает. Он боится допустить ошибку. Обычно мы такой фрейм заменяем обратной связью. То есть мы не говорим про ошибку, что это ошибка. У нас есть даже такая пресуппозиция. Нет побед и поражений, есть обратная связь. И мы меняем рамку ошибки на рамку обратной связи. То есть мы даже когда заходим в какое-то упражнение, нужно что-то сделать, мы говорим себе так. Я сейчас это сделаю и получу обратную связь. И соответственно фрейм ошибки, он растворяется, и у нас появляется возможность и способность к обучению. Соответственно, что такое рефрейминг в NLP? Рефрейминг, когда мы с помощью слов начинаем менять рамку восприятия, для того, чтобы мы могли увидеть больше альтернативных взглядов на ситуацию, и соответственно находить намного больше всевозможных решений. Опять же, рефрейминг это лингвистический инструмент. То есть мы меняем рамку в первую очередь с помощью слов. А сейчас я предлагаю вам посмотреть на наши слайды, для того, чтобы вы могли понять, как в принципе работают рамки. И здесь есть очень наглядные примеры. Посмотрите на этот смайлик, который изображен. Я не знаю, как называется этот герой. Если кто-то знает, потом мне расскажет. Суть не в этом. Суть не в том, какой смайлик я подобрал. Вот вы посмотрите на него сейчас, и у вас будет одно восприятие этого смайлика. Я переключаю слайд, и он уже в другой рамке. То есть смайлик остался тот же самый, но он нами воспринимается уже совершенно по-другому, совершенно другим образом. Также смайлик остается тем же. Я меняю слайд, и теперь этот смайлик уже воспринимается нами совершенно по-другому. Нам кажется, что этого смайлика больше нет в живых. Ну или третий вариант. Меняем еще одну рамку, и это уже похоже на какую-то старинную фотографию. Во всяком случае, в моей карте реальности. То есть так это работает. И еще один наглядный пример, как работают наши рамки восприятия. Посмотрите, пожалуйста, на эту рыбку. Какое у вас восприятие этой рыбки прямо сейчас? Просто запомните это. Я считаю эту рыбку такой-то. Кто-то ее посчитает одинокой, кто-то ее посчитает спокойной, кто-то ее посчитает голодной, ну и так далее. А когда мы включаем следующий слайд, то есть мы расширяем рамку, то есть начинаем видеть больше, то эта рыбка нам уже кажется не такой уж и безобидной. Она уже похожа на хищницу, потому что она гонится за другой рыбкой, которую она хочет съесть. И это тоже рамка восприятия. А если мы расширим еще несколько рамку, то мы эту рыбку, которая находится у нас в середине, начинаем воспринимать уже третьим образом. Он отличается от того, как мы ее воспринимали на первом слайде. И сейчас, когда вы понимаете, как это работает, мы можем приступить к работе с нашими внутренними задачами, потому что уметь делать рефрейминг как себе, так и другим, на самом деле очень ресурсное занятие, потому что надо просто этому научиться, и оно начинает получаться. С вами будут хотеть общаться люди, потому что вы их будете рефреймировать, вы будете реформировать их убеждения. Но в то же время этот инструмент мы можем очень качественно применять и в отношении самого себя. Существует два вида рефрейминга. Рефрейминг контекста и рефрейминг содержания. Что такое рефрейминг контекста? Рефрейминг контекста это когда мы оставляем содержимое, проблемы, задачи, утверждения неизменным, но меняем контекст, ищем контекст, где бы это могло иметь позитивный окрас. Ну, либо если кому-то хочется негативный окрас. И, как у нас здесь приведено на примере, мама жалуется кому-то из своих знакомых на то, что ее ребенок постоянно дерется в школе. Как здесь мастерски сделан рефрейминг. Это очень здорово. Значит, что ваш сын сможет защитить вашу дочь. Допустим, когда они будут идти из школы. И таким образом проблема как бы уже не является проблемой. То есть, мама жаловалась и считала, что то, что ее ребенок дерется в школе, это плохо. Но как только мы меняем рамку, если мы вот эту драчливость ребенка переносим в другой контекст, он начинает играть новыми красками. Он начинает уже становиться положительным или позитивным. Перейдем к примеру рефрейминга содержания. Когда мы рассматриваем рефрейминг содержания, мы ищем позитивное намерение того действия, которое воспроизводится. И обратимся к нашему примеру. Меня бесит, что мой начальник постоянно меня критикует. Как здесь можно сделать рефрейминг содержания? Да очень просто. Можно задаться вопросом, а чего хорошего хочет ее начальник? Ну, мы предполагаем, естественно. Наверное, ему нравится, как ты работаешь. И он хочет, чтобы ты стала еще лучше. Что мы здесь изменили? Мы здесь, по сути, изменили само изначальное намерение начальника. Мы задали себе вопрос, почему хорошему начальник может критиковать? И пришли к выводу, что действительно начальник может критиковать для того, чтобы сотрудник работал лучше или стал лучше. И мы предлагаем вот такую смену рамки нашему собеседнику. И это очень хорошо работает. Это очень ресурсная модель, которая помогает действительно в считанные минуты изменить убеждение человека или отношение человека к ситуации. Я приведу простой пример. У меня однажды, когда я учился в университете, у меня была зам староста. И мне нужно было свалить с уроков. И когда я свалил с уроков, я попросил ее заполнить журнал. На следующий день, когда я пришел снова в университет, она ко мне подбегает и говорит, Юра, я, наверное, буду подавать заявление об отчислении. Я все испортила, я все сломала. Все пропало. Я говорю, а подожди, а что случилось? Она мне дает журнал и говорит, ну, раскрывает журнал. И говорит, я вчера, короче, все неправильно заполнила. И это просто что-то невероятное. Это ужас. Меня там никто не простит. Когда я открываю журнал, я вижу, что в журнале все очень аккуратно прописано. Но все замазано белой замазкой и исправлено. И в этот момент я на автомате ей говорю, слушай, как здорово, что ты нашла способ решить ситуацию. Я не знаю, где ты вообще нашла вечером в университете замазку. Где ты ее раздобыла. Я говорю, ты очень находчивая. То есть, что мы здесь изменили? Что я здесь в данном случае изменил? И она очень сильно преобразилась в этот же момент. То есть, я ее какое-то внутреннее обвинение перевел в то, что она находчивая. То есть, мы здесь, по большому счету, изменили содержание. Она пришла с обвинением, А я ей сказал, что то, что она сделала, это очень здорово, потому что она нашла способ исправить ошибку. И обладая этим инструментом, обладая инструментом рефрейминга, можно действительно и менять убеждения, и менять отношение к ситуации разных людей. Ну, а мы идем дальше и разбираемся на дальнейших примерах, для того, чтобы еще лучше понять, как это работает. Дорогой друг, сейчас ты смотришь видеоурок из закрытого онлайн-видеокурса NLP Practic. Если ты досмотрел это видео до этого момента, то, скорее всего, тебе нравятся такие подробные видеоуроки. Если ты хочешь получить доступ к подобным видеоурокам по всем темам курса NLP Practic, то рекомендую тебе перейти по ссылке в описании этого видео и изучить программу курса. Обращаю твое внимание, что когда ты перейдешь на страницу курса, там есть вкладки, которые нажатием на плюсик раскрываются, и там подробно расписаны все темы видеокурса. И на каждую тему снят подобный видеоурок, а порой и не один. Поэтому, если тебе интересно изучать нейролингвистическое программирование вместе со мной, и если ты хочешь получать обратную связь в чате, если какой-то урок показался тебе достаточно сложным, либо у тебя возник какой-то вопрос, ты всегда имеешь возможность написать в чат, и, как правило, там я либо текстом, либо голосовым сообщением обязательно всем отвечаю. Более того, у нас на курсе предусмотрена обязательная практическая отработка навыков. Как это происходит? Обычно, когда я записываю видеоурок для курса, через какое-то время мы собираемся на платформе Zoom в групповой встрече, где мы общаемся с помощью голоса и видео в живом режиме и отрабатываем практики. Я думаю, это тоже будет тебе полезно. А теперь приглашаю тебя продолжить просмотр этого видеоролика. Если ты заинтересовался курсом, то перейди по ссылке в описании. Еще одна вам шпаргалка. Как можно делать рефрейминг? Можно задавать себе вопрос. Когда мы хотим сделать рефрейминг контекста, мы можем задаться вопросом. А где и в каких условиях это могло бы быть полезным? Допустим, кто-то говорит, моя жена постоянно давит на меня. Нужно подумать, а в каком контексте то, что на человека постоянно давят, будет играть позитивную роль. И мы говорим, зато на работе вас никто не сможет продавить. То есть мы подразумеваем, что жена ему устраивает тренинг. И восприятие этой рамки уже начинает меняться у того человека, кто об этом рассказал. И следующая подсказка, как делать рефрейминг содержания, это задаться вопросом. А что хорошего может хотеть этот человек в отношении меня? или что хорошего могут значить его слова? Можно задавать себе вопрос, а что еще это могло бы значить? Но здесь очень важно переводить это в позитивный ключ. И разберемся с нашим примером. К примеру, вам кто-то говорит, я начинаю работать только когда наступает крайний срок. Какое здесь может быть позитивное намерение? Человек не начинает что-то делать, потому что в этот момент он занят более важными делами. Например, отдыхает, лежит на диване. И мы здесь меняем рамку просто самого содержания. И говорим, классно, значит у тебя есть много времени для отдыха. И человек начинает уже переосознавать, что если он посмотрит из такой рамки на свое высказывание, потому что явно, когда человек такое говорит, он начинает себя обесценивать и считает это своим каким-то серьезным недостатком. Но когда мы изменили рамку, когда мы помогли человеку переоценить свое высказывание, что он так делает не потому, что это плохо, а потому что он умеет отдыхать, к примеру. И это работает. Но давайте еще несколько примеров рефрейминга контекста. Допустим, вот у нас на курсе много девушек и женщин, и вы знаете таких других девушек и женщин, которые считают себя некрасивыми. И допустим, ваша знакомая вам говорит, я слишком некрасивая, либо я слишком страшная. Мы меняем контекст. Думаем, где это могло бы быть полезно. И говорим, зато в темном переулке на тебя никто не нападет. Или кто-то говорит, я слишком много сплю. Как мы можем здесь переменить контекст? Мы говорим, зато когда ты выспишься, ты можешь решить очень много задач. На свежую голову ты можешь решить много задач. Либо кто-то говорит, у меня слишком большие уши. Считается, что это некрасиво. Зато можно сказать, зато очень красивая от тебя падает тень на асфальт. Пару примеров рефрейминга смысла. Кто-то, допустим, считает себя жадным и говорит, я считаю себя слишком жадным. И как мы можем здесь изменить смысл? Мы можем задаться вопросом, а что хорошего в жадности? Ну, к примеру, мы можем сказать, ты не жадный, ты домовитый. Или кто-то говорит, я слишком агрессивный, я очень злобный, я плохо отношусь к людям. Как мы можем здесь изменить смысл? Мы задумаемся, а какое может быть здесь позитивное намерение, допустим, в злости и агрессии? Ну, наверное, защитить себя. И мы можем сказать, ты не агрессивный, ты просто можешь постоять за себя. И таких примеров можно приводить огромное множество. Я как сейчас помню, когда я учился на курсе NUPI практик, у нас было задание, где нужно было выписать список каких-то своих негативных черт, и участники из группы должны были сделать тебе рефрейминг контекста либо содержания. И я сказал, что я слишком скромный. И мне сделали рефрейминг. Зато ты нравишься девушкам. И действительно, это классно работает. Это очень сильно изменило в тот момент мое восприятие моей скромности и моей застенчивости. Разбираем несколько видов рамок «как если бы». Рамка «как если бы» действительно очень сильно помогает сдвинуть наше восприятие и помочь нам изменить отношение к той или иной ситуации. Первый пример применения рамка «как если бы» это изменение рамки времени. Сейчас я поясню, как это работает. Допустим, человек вам описывает какую-то свою проблему либо задачу и говорит «я не знаю, как выйти из такой-то ситуации». Вы ему говорите «представь, как если то, чего ты боишься или то, чего ты опасаешься, уже произошло, как бы ты действовал дальше?» То есть мы сдвигаем рамку времени с помощью рамки «как если бы». Мы предлагаем человеку представить, как если бы то, чего он опасается или то, чего он не хочет делать, уже произошло. И он начинает смотреть уже на ситуацию совершенно по-другому. Допустим, кто-то боится уйти с работы, сменить. Хочет, но боится. И вам рассказывает об этом. «Я хочу уйти с работы, но боюсь, что если я уйду с работы, у меня там будет то-то, то-то, то-то». А мы ему говорим «слушай, дорогой, а давай представим, как если бы ты уже ушел с работы, как бы ты действовал дальше?» И когда человек начинает описывать процесс, как бы он действовал дальше, он уже начинает находить решение своей задачи и, соответственно, он вышел за рамки. И он находит уже дальнейшие шаги действия. Следующее, мы можем применить рамку «как если бы» это предложить человеку стать другим человеком. Ну, допустим, когда у человека есть какая-то проблема, когда он говорит «я не знаю, как сделать то-то, то-то, то-то», мы ему предлагаем стать другим человеком. Мы говорим «представь, как если бы ты был человеком, который умеет решать эту задачу, что бы ты в первую очередь сделал?» Здесь мы, конечно, начинаем работать на уровне метафоры, потому что человеку приходится включить фантазию, представить себя человеком, который действительно это умеет делать и найти для себя новые шаги. Я очень часто использую это в коучинге, когда человек, допустим, столкнулся в бизнесе либо в другом каком-то жизненном контексте с какой-то задачей, я очень часто ему предлагаю подумать «скажи, пожалуйста, а есть ли люди, которые умеют решать эту проблему?» И он начинает перечислять там одного, двух, трех человек. И я говорю «вот представь, что ты стал одним из них, как бы ты поступил на его месте, если бы он оказался в такой ситуации?» И рамка начинает расширяться, человек начинает находить в себе огромное количество уже дополнительных решений. Следующий пример применения рамки «как если бы» это изменение информации. Когда человек или вы сами говорите себе на какую-то задачу «я не знаю», мы предлагаем подумать «а если бы вы знали, то что бы это было?» Если бы вы знали дополнительную информацию, как вы думаете, какая эта информация была бы? Если бы вы знали, как решить эту задачу, как бы вы ее решали? И самое интересное, что человек с помощью рамки «как если бы» очень часто проскакивает свои же ограничения. Я очень часто в коучинге использую эту модель. Когда человек мне говорит «не знаю», и говорю «что бы вы сказали, если бы вы знали?» Потому что вот сама рамка «не знания» она очень сильно нас ограничивает. А когда ты человеку резко и быстро предлагаешь сказать, чтобы это было, если бы ты знал, то человек вот эту рамку «не знания» он ее пропускает и, соответственно, начинает уже находить решение. Ну и последний пример применения рамки «как если бы» это изменение условий. То есть, когда человек находится в рамке проблемы, мы ему предлагаем изменить какое-то условие. Обычно это выглядит так. Человек говорит о своей задаче и говорит «я не знаю, как ее решить». Я ему предлагаю «а если бы ты мог изменить какое-то одно условие, что бы ты изменил». И человек начинает уже включаться, он уже выходит за рамки своего привычного незнания и начинает рассуждать. И самое главное, что он очень часто в 90% случаев находит решение. Итак, мои дорогие, мы познакомились с таким инструментом, как рефрейминг. Мы можем с помощью рефрейминга менять свои убеждения и убеждения других. То есть, мы можем применять рефрейминг как к другим, это очень хороший и мощный лингвистический инструмент для коммуникации. Но также продвинутый NLP и настоящий NLP практик умеет применять инструмент рефрейминга к себе. Посмотрите на наш слайд. И применяя к другим, мы можем это использовать для изменения суждений, для изменения убеждений, для того, чтобы человека поддержать в каком-то случае или для того, чтобы его в чем-то переубедить. И также мы можем использовать инструмент рефрейминг к себе. Для чего? Для того, чтобы выйти за рамки, для того, чтобы изменить свое восприятие какой-то текущей стоящей задачи, для того, чтобы разрешать соответственно задачи, для того, чтобы менять свои собственные убеждения и суждения, и для того, чтобы искать новые решения своих необходимых задач. И у меня для вас будет задание для самостоятельного выполнения. Что нужно сделать? Во-первых, нужно подумать, как это работает. Переосознать, пересмотреть презентацию. Возможно, где-то в какой-то момент пересмотреть этот видеоролик. Дальше. Нужно выписать несколько суждений о себе, негативных, которых, как вы себя считаете, которые вам вредят. Ну, допустим, вы считаете себя медлительным или медлительной, некрасивым или некрасивой, толстым слишком, либо слишком худым. В общем, что-то, что вы считаете в себе не самым положительным и ресурсным качеством. И применить к этому инструмент рефрейминг. Либо контекста, либо содержание. Подумать, в каком контексте это могло бы быть полезно. И подумать, какое позитивное намерение есть в этом негативном, как вы думаете, качестве. И так же поработать с рамкой времени. Возьмите какую-то актуальную задачу, которая у вас есть, и которую вы, допустим, затрудняетесь решить. И примените к этой задаче один из видов рамки, как если бы. Как бы я поступил, если бы я знал, как эту задачу решать. Что бы я делал, если бы я мог изменить какое-то условие, и какое бы условие я, в первую очередь, изменил. Либо, как я буду относиться к этой задаче, когда пройдет уже какое-то время, и как я буду вообще относиться к этой всей ситуации. Или, если бы вы знали ответ на этот вопрос, каким бы был этот ответ. Ну и так далее. Очень рекомендую попрактиковать для начала на себе. Ну, а на практике мы с вами это отработаем уже в команде. До встречи в следующих уроках. Если этот ролик оказался для тебя полезным, обязательно поставь лайк этому ролику. Если у тебя остались какие-то вопросы, напиши их в комментариях. И не забудь заглянуть на страницу курса. Там еще больше практических видеоуроков.